Рональд Келли По всему городу появились завлекающие постеры. Они были развешаны на телефонных столбах, на витринах салона красоты и аптеки. На доске объявлений Пайксвилдского здания почты, окрашенные в ярко-оранжевый флуоресцентный цвет с черным принтом, плакаты являли собой изображения жутких черепов, черных кошек и паутин. А надписи на них гласили следующее. «Спешите посетить нашу лавку товаров для Хэллоуина, устрашающих, ужасающих и пугающих! Лучший выбор в городе — маски и костюмы, украшения для дома и двора, редкие винтажные товары на Хэллоуин. С первой покупки бесплатный таинственный подарок. Находимся по адресу South Main Street, 203». «Думаю, нам надо заглянуть туда прямо сейчас», — сказал им Хантер. «Посмотрим, что у них там есть, и, может, купим какую-нибудь безделушку, чтобы получить тот таинственный подарок». Майк и Скотт немедленно с ним согласились, ведь, как обычно, для них все, что говорил и предлагал им Хантер, являлась чуть ли не словами самого Господа Бога. Но Джесси не была так уверена. Она не воспринимала слова их лидера словно Евангелие, в отличие от тех двоих. «Ну, не знаю, наверное, мы могли бы купить все эти штуки в Уолмарте или в долларовом дереве гораздо дешевле. Сами понимаете, что в этих специализированных магазинчиках обычно все куда дороже». Хантер закатил глаза. «Но тогда мы не получим таинственный подарок, верно? Кроме того, у них там есть еще какая-то винтажная старинная хрень. В Уолмарте не найдешь подобного». Тут уж Джесси не стала спорить. «Ладно, но у меня мало денег», — признала она. «Я почти все карманные деньги потратила на подставку для мобилы на прошлой неделе». «Я одолжу тебе пару баксов», — высказался Скотт. «Я тоже могу одолжить», — присоединился Майк. «У меня кое-что осталось с прошлой недели». «Ну вот видишь», — Хантер был доволен. «Мы тебя прикрыли, а теперь погнали поглядим». «Ты думаешь, они еще открыты, уже половина пятого?» Вздохнув, Хантер покачал головой. Этот его жест раздражал Джесси, и она была готова вжаться в стену. «Хэллоуинские лавки не закрываются рано, Джесси! Большинство их покупателей взрослые, и они возвращаются с работы после пяти. Они могут быть открыты часов до восьми, а то и до девяти. Ну ладно, тогда пойдем». Все четверо оседлали свои велосипеды и пустились по Джампер-авеню в направлении Уэст-Мейн. После обеденный воздух был свеж и прохладен, а ливневые истоки между тротуарами и проезжей частью полны осенних листьев. В прошлом году октябрь был не по сезону теплым, но в этом осень вступила в свои права, как и должно было быть. Магазин находился в небольшом торговом центре на дальнем конце Саут-Мейн-стрит, где городские предприятия уступали место церквям и жилым районам, а затем в сельской местности, прямо у старого моста, который пересекал мутные воды реки Харпет. Кроме того, в том месте шоссе сворачивало с округа Менгрэм и пересекало округ Страха, как его прозвали в народе, по какой-то причине люди сторонились этого места. В торговом центре находилось всего пять организаций. Мексиканский ресторанчик Дона Хуана, солярий Богиня Солнца, комиссионная лавка под названием «Кто нашел, берет себе», магазин мороженого «Двойной шарик», а также магазин «Куда спешили ребята». Припарковав свои байки, они уставились на витрину. «Что ж, он выглядит определенно не так, как нарисовано на постерах», — заметил Джесси скептически. «Ну ты ж знаешь, как это бывает». Хантер смотрел на нее так, будто она казалась ему крайне глупой. «Нельзя судить книгу только по обложке». Уши Джесси покраснели. Хорошо, что они спрятаны под длинными каштановыми волосами. Иногда Хантер был невыносимым идиотом, как и ее новый отчим Роджер. А иногда ей казалось, что она влюблена в этого мальчика, что само по себе уже сбивал с толку двенадцатилетнюю девчонку. Она посмотрела на витрину. Ничего особо примечательного, просто арендуемое помещение в самой середине торгового центра, которое, насколько она могла припомнить, до этого оставалось незанятым в течение семи или восьми месяцев. Никакой официальной вывески на нем не было, в отличие от других магазинов. Грязное окно выкрасили в яркие оттенки оранжевого, зеленого и белого с изображением хэллоуинских тыкв фонарей, призраков, черных кошек, летучих мышей и силуэта ведьмы на метле на фоне полной луны. Посреди всего этого великолепия отвратительными фиолетовыми буквами было написано «Товары для Хэллоуина». На двери висел светящийся в темноте скелет. В руках он держал объявление, которое гласило «Мы открылись! Добро пожаловать! Если не боитесь!» «Ну, пойдемте уже!» — не терпелось Хантеру. Он рассеянно провел пальцами по своим ярко-рыжим волосам, круткостриженным по бокам и сзади, и густым на макушке. Как у Кида Флэша в комиксах. Посмотрим, что у них есть! Он открыл дверь, сработал датчик, и где-то из динамика раздался леденящий кровь и вопль. Все четверо вздрогнули, но тут же посмеялись сами себя и вошли внутрь. Внутри было тускло и мрачно. Флуоресцентные лампы на потолке были пыльными, как и окно, и светили лишь в половину мощности. В магазине стоял мускусный запах плесени, похожий на влажный заплесневелый бетон. Примерно так пахло в картофельном погребе бабушки Джесси, когда она навещала ее на ферме. Там находилось несколько стеллажей с полками, хранящими атрибутику Хэллоуина, такими как светящиеся пластиковые тыквы, искусственная паутина, пластиковые цепи и те большие надувные украшения, которые люди ставят во дворе. На стенах были развешаны костюмы для всех возрастов. Нечто подобное можно было найти и в других магазинах. Были также наборы для грима и латексные приспособления для приклеивания с помощью спиртовой жевательной резинки, пулевые отверстия, шрамы, бородавчатые носы и ведьм. Дети подошли к центральному ряду полок, рассматривая товары. Большинство атрибутов они уже видели раньше. Каждый год одно и то же кругом. «Видишь», — прошептала Джесси, — «вдвое дороже, чем в Уолмарте». Хантер посмотрел на нее испепеляющим взглядом. «Поищем еще. Здесь где-то должно быть что-то стоящее». Затем они приблизились к длинной стойке с кассой. За ней сидела маленькая пожилая женщина, ее волосы имели странный оттенок серебристо-голубого, а лицо было круглым и с радостным выражением. Черные очки враговой оправе висели на золотой цепочке у нее на шее. Она выглядела так, будто должна была быть одета в церковное платье, насколько можно было судить по ее возрасту. Но вместо этого на ней была черная футболка с надписью «Магазинчик Хэллоуин», красовавшаяся на ее пышной груди ужасными зелеными буквами. Над буквой «Х» был прикреплен бейджик с надписью «Мисс Хэйзел». «Здравствуйте, дети!» — старушка радостно их приветствовала. «Добро пожаловать в наш магазинчик Хэллоуин! Ищите что-то особенное?» «Нет», — ответил Хантер, — «просто мы смотрим». «Не торопитесь», — сказала мисс Хэйзел. «Мы открыты до девяти, так что у вас полно времени». Хантер взглянул на Джесси с ухмылкой. «Вот видишь, я же говорил». «Спасибо, мам», — вежливо поблагодарила Джесси. Они стояли перед стойкой и разглядывали то, что находилось в ящиках перед ними. Резиновые летучие мыши, тарантулы, фальшивые глаза, разные праздничные сувениры, вроде паучьей паутины, ластики в виде черепов, тарелки и салфетки с изображением ухмыляющегося Джека, тыквы-фонаря. И, конечно же, там были сладости. Пакетики с маленькими батончиками, ирисками с кукурузным сиропом, жевательной резинкой и леденцами. Но их внимание привлекло то, что находилось за стойкой. Красные буквы словно стекали каплями крови, а читались они, как винтажные предметы на Хэллоуин. На полках и вокруг них висели тематические украшения и костюмы, которых они никогда не видели. А если какие-то и встречались им ранее, то только в антикварных лавках или в интернете на ebay. Резиновые маски монстров с фальшивыми волосами, пластиковые тыквы для игры в сладость или гадость и картонный вырезок черных кошек, ведьмы надгробий для вешения на стену. Сбоку от полок висел светящийся в темноте скелет в оригинальной упаковке. Мистер неоновой кости в человеческий рост светится в темноте, пять футов роста, полностью сочлененный, удиви и напугай своих друзей. «Что-нибудь понравилось?» — поинтересовалась мисс Хэйзел. «Да, мэм!» — воскликнул Скотт. «Все из этого, правда!» Остальные согласно закивали. «Сколько же лет этим предметам?» — спросил Хантер. «Кое-что из шестидесятых и семидесятых», — ответила она. «Другое из восьмидесятых и девяностых, и все из тех времен, когда вас еще и в помине не было!» Джесси изучала полку за спиной старушки. Четыре коробки стояли рядом. Красочный картон с целлофановыми окошками в центре верхней крышки. «Настоящие монстры!» — было написано на них. «Роскошные костюмы на Хэллоуин!» Из прозрачных окошек выглядывали маски монстров — оборотня, вампира, ведьмы и египетской мумии. «Эти костюмы самые крутые!» — сказала мисс Хэйзел, улыбаясь. «Да, и они, к тому же, очень редкие. Фирма, которая их производила, больше не существует. По сути, они работали всего на один сезон». Подойдя ближе, Хантер принялся тщательно изучать содержимое коробок. Маски, лежащие внутри, были совсем не такими тонкими, дешево раскрашенными масками с резинками, которые обычно продаются в старых коробочных наборах Бена Купера. Эти были полны разных существенных деталей. Каждая морщинка, каждый шрам, каждая бородавка и пятно показывали, будто маски сделаны из настоящей плоти. Даже зубы были желтыми и по-настоящему острыми, как реальные, а не из окрашенного пластика. «Наверное, это дорого стоит?» «Всего лишь двадцать долларов за каждую вещь», — ответила мисс Хэйзел. «Но для вас, ребятки, могу скинуть до восемнадцати». Дети с удивлением признали, что цена была вполне разумной. «Что ж, у нас сейчас пока нет столько», — начала Джесси. «Но мы можем достать столько», — тут же добавил Хантер. «Сэкономим пару недель карманные деньги». Мисс Хэйзел ухмыльнулась. Эта ухмылка напрягла Джесси. Она почему-то вспомнила сказку о Гензеле и Гретель, которую ей читала мама, когда Джесси была маленькой. Вспомнила старую ведьму, которая заперла брата и сестру в пряничном домике, и ее злой и голодный ухмыляющийся оскал, когда она сажала детей в печку. «Отлично! До Хэллоуина осталось как раз две недели», — сказала им мисс Хэйзел. «Если вы четверо действительно очень хотите эти вещи, я с удовольствием отложу их для вас». «Конечно!» — радостно воскликнул Хантер. «Никаких проблем, мы достанем деньги!» Джесси слегка толкнула его в бок и зашептала уголком рта. «Эй, я не уверена, что смогу накопить столько за две недели». «Мы все устроим», — зашептал он в ответ. «Прекрасно!» Мисс Хэйзел приподнялась на цыпочках и собрала все коробки с костюмами. Они думали, что на той полке больше ничего нет, но там оказалась еще коробка, которую ранее не было видно. «А что вон в той?» — спросил Скотт. Мисс Хэйзел оглянулась на полку. «А-а-а! Это, думаю, уже заказали». Они попытались прочесть надписи на коробке, но из-за теней и пыли на картоне не смогли ничего разобрать. «Итак, кто себе что выбрал?» — спросила их хозяйка магазина, переводя разговор. «Я хочу оборотня», — выпалил Хантер первым. «А я вампира», — сказал Майк. «А я буду мумией», — ответил Скотт. Джейси пожала худенькими плечами. «Полагаю, что мне остается костюм ведьмы». «Вот и славно!» — пожилая леди поставила коробки одна на другую, а затем задвинула их в дальний угол, скрыв от глаз. «А если мы купим какую-нибудь мелочь, нам положен таинственный подарок?» — спросил Хантер. «Ну, конечно!» — ответила мисс Хейзел. «Вот что я вам скажу. Поскольку вы заказали костюмы, я могу подарить вам мистические подарки прямо сейчас. Ну, как вам такое предложение?» «Бомбически!» — воскликнул Скотт. Остальные согласно закивали. Мисс Хейзел достала из ящика стола под кассой четыре квадратика, обернутых в золотистую фольгу. На каждом из них, без сомнения, красовался джек-тыква, и были напечатаны слова «С Хэллоуином вас!» «Спасибо, мисс Хейзел!» — Хантер первым схватил квадратик. За ним следом и остальные уже держали в руках свой таинственный подарок. «Ладно, нам уже домой пора. Надо успеть к ужину», — сказал Джесси. «Спасибо, что заглянули, детки!» — напоследок сказала им пожилая леди. «Помните, что вам нужно заплатить за костюмы до 31 октября, иначе они отправятся на полк продажи, и их купит кто-то другой!» «Да, мэм!» — согласился с ней Хантер. «У нас будут деньги на них!» Ребята вышли из магазина и поспешили к своим великам. Но перед тем, как уехать, они, посмотрев друг на друга, немедленно разорвали золотистую фольгу со своих таинственных подарков. У каждого в руке оказалась голографическая карточка с изображением определенного монстра. «Хм, странно», — произнес Хантер. «У меня оборотень, такой же, как и мой костюм». Он повернул карточку, рассматривая ее в уходящем свете дня. Изображение человека на ней стало искривляться, стал виден мех, и, наконец, он превратился в рычащего лекантропа. Остальные трое восхищенно глазели на свои подарки. Это были невероятно реалистичные изображения вампира, мумии и ведьмы. И каждая оказалась идентичным тому костюму, который они выбрали. «Вот это совпадение, да?» — воскликнул Майк. Мумия в его карточке выползала из древнего саркофага и рвалась вперед, простирая костлявые руки. «Да, верно», — думала Джесси. «Она знала, какие конкретно карточки достанутся каждому из нас. Часы на здании суда пробили пять в паре кварталов от них. «Вот дерьмо!» — крикнул Хантер. «Я опаздываю на ужин!» «Я тоже», — добавил Джесси. «Мать с меня три шкуры спустят!» Они спрятали свои карточки в карманы курток, запрыгнули на велосипеды и помчались домой. За несколько дней до дня изгнания злых духов они встретились в молочной королеве, чтобы подсчитать свои накопления. Хантер закончил подсчет долларовых купюр и мелочи, которые они выложили на середину стола. «У нас 68 долларов и 11 центов». «Полагаю, если учитывать налог с продаж, нам нужно в общей сложности 79 баксов. Итак, нам не хватает 11». Трое мальчиков смотрели на Джесси. Она принесла меньше всех денег. «Вы ведь знаете, я не получаю столько карманных денег, как вы», — сказала она им, смущаясь. «Мой отчим — засранец. Это чертиков жадный». Это были далеко не все его плохие черты, но она не стала дополнять их вслух. «В четверг вечером я буду сидеть с ребенком. Мне дадут за это 8 баксов». «Может, нам пособирать алюминиевые банки завтра после обеда и сдать их старому Бену на свалке? Так и добудем остальные деньги», — предложил Скотт. «Нам нельзя облажаться», — твердо сказал Хантер. «Если мы это сделаем все, прощайте костюмы, и все кончится тем, что мы явимся на Хэллоуин в костюмах самих себя. И что это будет за веселье?» Какое-то время они молчали, сидя в кабинке в задней части кафе. Джейси нехотя достала свою карточку с ведьмы из кармана и начала вертеть ее, наблюдая, как движется голографическое изображение. Старая колдунья помешивала зелье в кипящем котле, когда черная кошка вспрыгивала ей на плечо и шипела. «Вы когда-нибудь задумывались, существуют ли на самом деле, ну, монстры?» Нарушила она тишину. Хантер издал хрюкающий смешок. «Ты серьезно?» «Легенды, истории, снежный человек, лохнадское чудовище, человек-мотылек. За всем этим что-то есть? Разве нет?» Лидер их компании потряс головой. «И это все сказочки, фольклор и прочий бред. Страшные истории для рассказов у костра в темноте». Тут заговорил Майк. Говорят, что здесь, в округе Менгрен, водилось чуйще. Джейси ощутила мурашки на коже рук. «Ты имеешь в виду ту змеиную тварь?» «Угу. То существо убил всех животных на ферме в сороковых годах. Еще говорят, что оно воровал детей, утаскивал их в пещеру и там жирало. «Вот это бред собачий!» — засмеялся Хантер. «Ты правда веришь этим старым россказням?» «А может быть, это правда», — предположил Скотт. «Вот мой дедушка знает старика Суини. Тот был ребенком тогда. Он рассказал, что эта змеиная тварь схватила их самую ценную, самую большую свинью на ферме и утащил к себе через все пастбище». «Ну да, ну да. Я слыхал, что он и его папаша с одним чернокожим отправились вокруг страха, чтобы найти способ победить ее», — сказал Хантер. «Это все сказочки и брехня. Вы, так же, как я, знаете, что никто не ходит вокруг страха без вески на то причины. Кроме того, старику Суини уже далеко за восемьдесят. Он в двух шагах от Альцгеймера. А может, он у него и уже есть». «А я тоже слышал разные истории», — сказала Джесси. «О странных вещах, происходящих по всему штату Теннесси. О существе по имени Темнотун, который мог менять свою форму. О шабашеоборотней в старом хикоре. А еще о горном проповеднике, который стал вампиром». «Как я уже сказал, все это ерунда», — Хантер смотрел на друзей и качал головой. «Перестаньте вести себя, будто вы четырехлетки, писающие в штаны. Давайте вернемся к нашему Хэллоуину и подумаем, как нам выкупить эти костюмы». Остальные кивнули, и снова наступила тишина. «Самодовольный болван», — думала Джесси. Она продолжала вертеть карточку в пальцах, наблюдая, как ведьма помешивает содержимое котла, а черная кошка выгибает спину и зловеще шипит. Джесси всегда считала себя пацанкой, поэтому она была немного разочарована тем, какой костюм достался ей. Но с тех пор, как у нее оказалась эта карточка, она даже полюбила эту старую ведьму. Теперь ей действительно хотелось надеть этот рваный черный плащ, остроконечную шляпу и узкую с ястребинным носом маску гнилостно-зеленого цвета. Она даже подумывала стащить у матери метлу, чтобы, так сказать, придать совершенство ее наряду. 31 октября после занятий в школе Джесси с друзьями снова отправились в Хэллоуинскую лавку на велосипедах. Хантер достал пачку банкнот из своего левого спортивного носка и шлепнул ее на стойку у кассы. «Вот, возьмите мисс Хейзел», — произнес он с довольной улыбкой. «Здесь вся сумма!» Старушка пересчитала деньги, согласно кивнула, а затем бросила сдачу на прилавок. Два четвертака, десятицентовик и четыре пенни. Из-под прилавка она достала четыре упакованных костюма. Но прежде чем отдать их детям, она достала из ящика четыре листа бумаги и чернильную ручку. «Это что?» — спросил Скотт. «Договор», — ответила она. «Каждому из вас необходимо подписать его и поставить дату». Джесси удивилась. «Договор? На костюмы на Хэллоуин?» «Ну как это?» «Договор о том, что магазин не несет ответственности за их неправильное использование. Ответственность на себя берете вы сами», — вежливо ответила она. «Это всего лишь формальность, дорогуша. То, что произойдет с этими костюмами в канун Дня Всех Святых, станет недействительным в полночь, когда закончится октябрь и начнется ноябрь». «Какая-то нелепость», — думала Джесси. И где-то внутри у нее зажегся красный сигнал тревоги. «Я не уверена». «Ой, да просто подпишем и валим отсюда!» Хантер схватил ручку и быстро подписал документ. Скотт и Майк, переглянувшись и пожав плечами, последовали его примеру. Джесси смотрел на бланк. «Это все как-то неправильно». «Джесси!» — с нетерпением крикнул Хантер. «Скоро стемнеет! Нам надо успеть!» «Ладно, ладно». Девочка взяла ручку и подписала свой договор. Дети забрали свои коробки с костюмами и направились к выходу. «Спасибо, мисс Хейзел!» — сказал Хантер, но его голос почти утонул в леденящем кровь в опле, когда они выходили за дверь. «С Хэллоуином вас, детишки!» — кричала мисс Хейзел. «Желаю повеселиться!» Джесси вышла последней. Прежде чем перейти тротуар к своему велику, она оглянулась. Через окно она увидела стоящую за стойкой мисс Хейзел с уродливой ухмылкой на лице. Когда дверь в магазин закрылась, она издала лязг, похожий на закрытие тяжелой дверцы духовки. По приходу домой они переоделись из школьной одежды в обычную, взяли с собой только что приобретенные костюмы, а затем встретились возле дома Скотта, когда солнце уже клонилось к западу. Все четверо собрались на заднем дворе и начали поспешно облачаться в хэллоуинскую одежду. Хантер, одетый в голубые джинсы и фланелевую рубашку, открыл свою упаковку. Изнутри на него глядела маска-оборотня с целой головой и шерстяные когтистые руки. Подняв маску, он усмехнулся. «Эх, вот черт!» «Как странно, на ощупь оно будто настоящая плоть». Они смотрели, как он натягивает маску себе на голову и выравнивает глазницы, чтобы можно было видеть, чей из них. Потом он достал когтистые перчатки и надел их на руки. Они прилегали так плотно, словно это была вторая кожа. Следующий был Майк. Достав маску вампира из упаковки, он надел ее. Бледная, бескровная плоть облепила его лицо, превращая его в хмурого вампира со злобной гримасой. А когда он надел черную шелковую накидку с высоким воротником, Джесси вздрогнула, увидев, что глаза Майка стали кровокрасными. «Теперь мой черед!» Скотт нацепил маску египетской мумии себе на голову. Как только он сделал это, они услышали, как сухо потрескивает плоть, а с олба и костлявых щек посыпалась порошкообразная пыль. Облачившись в слитное одеяние, он сделал шаг. Когда он застегнул застежку сзади на шее, тканевые обертки, казалось, слились между собой и стали бесшовными. Руки его вдруг оказались сморщенными, как у древнего старика, что было странно, поскольку в коробке с его костюмом не было перчаток для мумий. «Что-то здесь не так», — думала Джесси. Она потянулась к содержимому своей коробки, но на какое-то время засомневалась. «Давай, Джесс!» — стал подгонять ее Хантер. Сквозь маску его голос звучал странно. Он был каким-то чужим и хриплым. «Одевайся и пойдем!» Она вздохнула и достала маску ведьмы из зеленой кожи. Маска была настолько тяжелой, что ей казалось, будто она держит отрубленную голову. Какое-то время она глазела на морщинистое бородавчатое лицо с длинными жесткими черными волосами. Накинув ее на голову, Джесси натянула ее на лицо. Она поразилась, как тепло и влажно было внутри маски. А когда она развернула остроконечную черную шляпу и рваный черный плащ и надела их, маска, казалось, сжалась вокруг ее головы, как нечто голодное и живое. В глазах на мгновение потемнело, но тут же прояснилось. Джесси взглянула на свои руки. Они стали костлявыми и зеленоватыми, а ногти перестали быть короткими и обкусанными. Теперь они стали длинными, заостренными и угольно-черными. — Я что-то не очень хорошо, не очень хорошо, — пробормотал Скотт. Его руки неподвижно свисали по бокам, выглядя намного тоньше, чем обычно, как будто под древней марлей были только кости и ничего больше. — Мне придется пойти прилечь ненадолго. Я вас позже догоню, ребята. Он согнулся пополам и отчаянно закашлялся. Сухой клубок песчано-коричневой пыли вышел из его рта и ноздрей. Мысли Джесси окутало туманом. — Что происходит? Что она с нами сделала? Из ее горла непроизвольно вырвалось пронзительное кудахтанье. Прозвучало оно зловеще, даже с неким злорадством. — Готовы идти! Голос Хантера больше не принадлежал ему. То, что исходило из его рта, напоминало смесь человеческих слов и рычание зверя. С клыков его маски стекали толстые струйки слюны, как у собаки, которая голодала несколько дней. Джесси поискала глазами Майка. Он больше не стоял на прежнем месте. Что-то захлопало крыльями и пролетело над ее головой. Взглянув вверх, она увидела очертание летучей мыши в бледном свете полной луны. А потом оно исчезло. Внезапно ее мысли прочистились, и она сказала — Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Я готова! Оборотень и ведьма вместе вошли в сгущающийся сумрак, а далее один направился на Стейт-стрит, а другая исчезла в направлении Уолнет-авеню. Позже, этим же вечером, Элэйн и Роджер Блэквилл, мать и отчима Джесси, вызвали в офис шерифа. Они удивились, увидев потрясенного офицера с бледным лицом. Он выглядел так, будто провел очень тяжелую ночь. Что-то случилось, без сомнения, в конторе кипела бурная деятельность. «Что происходит, Фрэнк?» — спросил шериф Роджер. «Где Джесси?» — требовательно воскликнул Элэйн. На ее худом лице было написано беспокойство и озабоченность. «Я скоро приведу вас к ней», — уверил ее шериф Уинфри. «Но сперва пойдемте в мой кабинет и поговорим». В кабинете шериф сел за свой стол, а Роджер и Элэйн расположились напротив него на стульях. Фрэнк Уинфри поднял чашку с кофе к губам и сделал глоток. Рука его дрожала, из-за чего он пролил напиток на бумаги, лежащие на столе. «Итак, — наконец сказал он, — «У вашей дочери есть трое друзей, с которыми она часто гуляет. Хантер Браун, Скотт МакГилл и Майк Престон». «Все так», — подтвердил Элэйн. «Что ж, хотите верьте, хотите нет, но сегодня вечером они устроили кавардак в Пейксвилле». Роджер засмеялся. «Что ты имеешь в виду под словом кавардак? Катались на великах по чужим газонам, обкидывали яйцами чужие машины». «Лучше бы они делали то, о чем ты говоришь». Шериф помолчал и отпил еще кофе, потом продолжил. «Вы знакомы с ником Дендриджем?» «Конечно», — ответил Элэйн. «Это сын Тома и Бетти Дендриджей. У Джесси и ее друзей были проблемы с ним в школе. Он хулиган и задира». «Больше нет. Теперь он мертв. У нас есть десяток свидетелей, которые подтвердят, что Хантер Браун напал на него и разорвал ему горло собственными зубами». «Что, шутишь?» — удивленно сказал Роджер. Но, по выражению лица Фрэнка, они видели, что тот вовсе не намерен шутить. Мальчик был одет в костюм-оборотня, который вообще-то не выглядел как костюм. Сейчас он заперт в камере, и он согнул пару перекладин, пытаясь выбраться. У меня там помощник с дробовиком на случай, если он это сделает. Роджер и Элэйн смотрели на него как на безумца. Шериф продолжал. «Майк Престон, он как вампир родился. В пять тридцать пять вечера его видели прогуливающимся за руку с дочерью Андерсону. Шестилетний Хизер. Час пустя ее нашли лежащие в канаве, без сознания и обескровленные. Хизер скончалась в больнице в семь пятнадцать. Шериф сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. Однако в семь сорок два ее видели покидающие больницу через двери приемного покоя. Санитар пытался догнать ее, но она исчезла. А санитара хлопнули по лицу крылья летучей мыши, которая затем быстренько скрылась в вечернем небе. «А что с Джесси?» Элэйн хотела знать, ее лицо сильно побледнело. «Погодите минуту», — сказал Уинфри. «Сначала Скотт МакГилл. Его родители утверждают, что он пришел домой переодетым в костюм мумии, как они говорят. Он сказал им, что не очень хорошо себя чувствует, и пошел к себе в комнату, а потом закрыл дверь. Через полчаса они вошли туда и увидели его лежащим на кровати с руками скрещенными на груди. Они говорят, что он не выглядел, как их сын, а как нечто похожее на музейный экспонат. А также, что в комнате стоял мускусный запах, как в склепе каком-то. Джо МакГилл наклонился, чтобы разбудить Скотта, а он вроде как рассыпался. Просто развалился, как будто весь высох. «Что это за хрень, Фрэнк?» — спросил Роджер. «Все, что ты сказал, и... Послушай, где наша дочь?» Она заперта в комнате для допросов. Дальше по коридору. «Джесси?» — Илэйн была возмущена. «Что могла натворить моя милая и невинная дочь, чтобы заслужить такое?» «Больше, чем вы можете себе представить», — заверил ее Уинфри. «Она наделась, как ведьма. Черная шляпа и накидка, страшное зеленое лицо. Хотите верить, хотите нет, но она творила все то, что полагается творить ведьмам». Роджер рассмеялся, но его смех скорее был полон презрения, чем веселье. «Что, например? Проклятие заклинания? Колдовство?» «Это ты сказал, а не я», — ответил шериф. «Там была группа девочек из ее класса, чирлидерши, которые раньше насмехались над ней, как мне потом рассказали, Терри Степплтон и несколько других. Он замолчал, глядя на свои руки, нахмурившись, словно не зная, как продолжить рассказывать о том, что он видел собственными глазами. «В общем, они теперь... они... они стали деревьями». «Деревьями? Какого черта ты несешь? Что это значит?» Фрэнк Уинфри поднял глаза, полные гнева. «Это и значит то, что я сказал!» Она превратила их в проклятые деревья, дуб, клен, платан и магнолию. Они вросли корнями в асфальт прямо посреди Декстер-Авеню. «На стволах видно их лица, будто вырезанные на корее. Они кричат от ужаса!» Испуганная Элэйн начала плакать. Лицо Роджера покраснело от ярости. «Да это все чушь собачья! Не собираюсь я оставаться здесь и слушать это дерьмо!» «Вот тогда давай пойдем и спросим у нее сами», — предложил Уинфри, поднимаясь из-за стола. «Салли Уотсон следит за ней. Я подумал, что лучше ее будет охранять женщина. Джесси, кажется, враждебно настроена против офицеров-мужчин». Все вместе они вышли из кабинета шерифа и двинулись по коридору к самой дальней двери. Уинфри отпер ее и вошел первым. В центре комнаты стоял один-единственный стол. На нем сидела Джесси, одетая в свой костюм ведьмы, сложив тонкие зеленоватые руки одна на другую. Она смотрела на них, скалясь желтыми гнилыми зубами ведьмы. «Привет! Мам!» Она перестала скаляться, когда увидела мужчину, стоящего рядом с матерью. «А-а-а, Роджер!» «Как она делась с Алли?» — спросил шериф, закрывая за ними дверь. Заместитель шерифа Уотсон просто молча сидела в углу, не желая отвечать. Или она не могла отвечать. У шерифа по спине прошел холодок. Медленно он подошел и дотронулся до лица женщины. И обнаружил, что оно твердое, как камень. «Мне не нравится, когда люди пялятся на меня!» — сказал Джесси. «А она просто это делала. Просто сидела там и пялилась, будто статуя!» Она улыбнулась своей ужасной улыбкой. «Поэтому я и сделал ее такой!» «Что за идиотизм!» Роджер был в гневе. Он сердито смотрел на падчерицу. «Джесси, сейчас же сними эту проклятую маску!» Когда он понял, что она игнорирует его слова, он двинулся к ней, чтобы сделать это самому. Девочка подняла морщинистую зеленоватую руку и сказала... И Роджер Блэквойл немедленно остановился. Его лицо приобрело темно-фиолетовый оттенок, а глаза вылезли из орбит. Он шлепнулся на колени и его начало рвать. Но из него выходили отнюдь не ужин, не ростбиф и не картофельное пюре. Вместо этого из его открытого рта хлыднул поток густо-черной жидкости. Когда он упал на бетонный пол комнаты для допросов, все увидели в темной рвоте штуки, которые шевелились и ползали. Черви, пауки, личинки, скорпионы! «Джесси!» — в ужасе крикнул ее мать. «Нет, мам!» — спокойно сказала Джесси. А ее желтушные глаза были полны ярости. «Он заслуживает этого! Разве ты не замечала, как он смотрит на меня? Я еще даже не совсем подросток, а он смотрит так, так, будто хочет проникнуть ко мне в комнату! Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Она презрительно сжала кулак. В нескольких футах от нее Роджер застонал и чуть не задохнулся, когда длинная черная гадюка выползла из его губ и с шипением свернулась на полу. Элэйн закричала «Роджер!» Грузный мужчина попытался встать на ноги. «Она...» «Урод, Элэйн!» «Аленькая сучка!» «Заткнись, урод!» — крикнул ему Джесси. Подняв руку, она забормотала слова на каком-то диалекте, который никто из них доселе не слыхивал. Невидимая сила обрушилась на Роджера, грубо ударив его об пол. Его нос словно разорвался, и большая часть костей на его лице сломалась, когда голова его с глухим стуком ударилась о бетон. Кровь хлынула во все стороны, смешиваясь с чернильным содержимым его желудка. Она посмотрела на шерифа Уинфри, который стоял, удивленно уставившись на эту сцену и держа одну руку на кобуре со служебным револьвером. «Что вы намерены делать, шериф?» «Выстрелите двенадцатилетнюю девочку!» Испуганный Уинфри медленно убрал руку прочь от оружия. «Как я вам уже сказала!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Все закончится, когда наступит полночь!» Сказала она. «Леди, которая продала нам костюмы, говорила, ха-ха-ха-ха-ха-ха, что так и будет!» «Хозяйка Хэллоуинской лавки?» — уточнил шериф. Он взглянул на заместителя Отсон в углу. Ее лицо и руки были серыми, как гранит, так же, как и ее глаза. «Ну, конечно!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Идите и спросите у нее сами! Может, успеете застать ее, если поторопитесь?» Шериф Уинфри осторожно провел Элейн Блэквилл к двери. Затем наклонился и с некоторым усилием помог Роджеру подняться. Отчим ошеломленно уставился на Джесси. Его разбитое лицо было залито кровью и мерзкой черной блевотиной. Джесси пронзительно захихикала, заставляя их двигаться немного быстрее. Ее пламенный взгляд был сосредоточен на мужа матери. «Убирайся отсюда, к черту!» «Ха-ха-ха!» «Извращенец!» Когда дверь за ними захлопнулась и прозвучал щелчок замка, Джесси начала смеяться еще громче. Она взглянула на неподвижную фигуру на стуле. «Нечего сказать, заместитель Уотсон!» Крошечные трещинки начали расползаться по щекам женщины-полицейского и по костяшкам пальцев на ее руках. Стрелки на часах над входной дверью показывали 8 часов 39 минут. «Так много дел и так мало времени», — размышлял Джесси. «С двойным упорством и трудом гори огонь, кипи котел!» Ну и прочая хрень. Эта мысль показалась ей настолько смешной, что она долго хихикала с каким-то злобным ликованием. Девочка поднялась на ноги и направилась к стене шлакоблока напротив двери. Она протянула руки, и ее глаза потеряли желтый оттенок. Теперь они стали угольно-черными, как блестящие шарики из обенового дерева. Пока она произносила древнее заклинание, раствор между блоками на стене начал светиться и медленно таять. Тем временем шериф Уинфри обнаружил, что дверь в магазин Хэллоуин заперта. Вглядываясь через стекло, он видел только кромешную тьму внутри помещения. Он достал длинный черный фонарик и разбил им стекло, затем осторожно приподнял руку и отсоединил засов. Из рации в патрульной машине эхом отзывалось полдюжины радиозвонков. Шериф открыл дверь и посветил фонариком внутрь комнаты. Магазин оказался пуст. Ни полок, ни товаров. Вообще ничего. Пройдя дальше в магазин, он сфокусировал луч фонаря прямо перед собой. Он видел только голый бетон, пока не дошел до середины пола. Круг бледно-желтого света фонаря расположился на единственном предмете. Открытая коробка с крышкой и целлофановым окошком в центре. Шагнув ближе, он направил луч внутрь коробки. Внутри оказались два предмета. Пара черных очков в роговой оправе на золотой цепочке и бейджик с именем Мисс Хейзелл. Он подцепил носком ботинка к крышку коробки и перевернул ее. На картоне кроваво-красным цветом было написано пять слов. Суперроскошный костюм маньяка-убийцы. 14-й вызывает подкрепление! 14-й вызывает подкрепление! Из радио в патрульной машине послышался голос заместителя Сондерса. «У нас код 217! Повторяю, код 217!» Напряженная пауза, а затем голос Сондерса зазвучал тревожнее. «Мэм, положите нож! Положите нож сейчас же, или я буду вынужден...» Фрэнк Уинфри замер и задержал дыхание. Он ждал крика своего заместителя и дождался через пару секунд долгого и громкого крика полного ужаса и агонии. «Проклятие!» — взревел шериф и помчался к выходу. «Эта чертова ночь когда-нибудь закончится!» На другом конце города часы над городским судом пробили девять. Еще целых три часа Хэллоуина. Уинфри взмолился о скором приходе полуночи, хотя и знал, что до этого еще очень долго. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова